Вот, это примеры чего? Примеры того, что конверсия, от чего зависит? Давайте теперь писать самые важные моменты. Бумаги я должен хватить. Если что, я буду... Давайте, CV, конверсия. Конверсия, лендинг, что это такое вообще начнем? Для начала, с чего я хочу начать, это с разбития ниш, чтобы вы понимали. Я здесь нарисую. Я повторюсь, наверное, вы уже это слышали, но я люблю доходчиво объяснять много раз. Ниши разделяются, для маркетологов все-таки, они разделяются на маржинальность, на объем рынка и на стоимость привлечения лида, либо расходы в рекламу, что логично. Маржинальность бывает большая, с большим долларом. Большая маржинальность это от 30 тысяч рублей. Ну, по Москве и Московской области, в принципе, да. И объем рынка бывает большой, когда много людей стоят в ряд. И объем рынка может быть маленький. Ну, я так схематично объясняю. Когда объем рынка большой, пример, это септики, это, кстати, да, надо посмотреть, работает, нет, это, да. Септики, свадьбы под ключ, все, что приносит, есть у кого-то такие ниши, у кого средний чек, ну, вообще прибыль 30 тысяч рублей есть с носа, ну, с одного есть, да. Это электромонтажное оборудование какое-нибудь, да, детские садики, франшизы, а, заборы, заборы, да, заборы, да. Я хотел сказать электромонтажное оборудование, ну, кстати, тоже относится сюда. В любом случае, такие ниши, чем они характеризуются, как вы считаете? Тем, что есть большое количество спроса и ровно так же много есть у конкурентов, да? Согласны? Бороться с ними как можно. Ну, если вы оптовик, то, в принципе, очень тяжело что-то подарить, только пирожок в подарок. Если вы, если у вас услуга, услуги, да? Нет? Товары с услугами. Товары с услугами. Нарковое оборудование. А, ну и с услугами, да, с установкой, правильно? Можно всегда что-то, что-то, либо допридумать, либо сделать какой-то сплав между несколькими предложениями конкурентов. Всегда. Если это, а, с расходами. Расходы здесь в среднем, если, я буду брать контекстную рекламу, естественно, в среднем это в месяц. Уходят, ну, буду, напишу, где-то 45 тысяч рублей. Это в среднем по, вообще по всем нишам. То есть торговым оборудованием это больше, может быть. К большому объему рынка относится? Да, к большому объему рынку. Где много человечков. Там, где много человечков, там всегда проблемы. А здесь есть еще ниша, где маленький один человечек стоит. Это человечек-инженер, сказкой нарисую его. Или рейпер получился. Ну ладно, смысл в чем? Все, смысл в том, что эта ниша очень такая специфичная специфика. Это, например, какие-нибудь там SAP ERP-системы, это продажа, ну, в общем, средний чек, где очень большой обычно. Может быть, 500 тысяч, 600 тысяч, продажа бизнесов. Согласитесь, сейчас тут не так много людей, которые хотят купить, продать бизнес. Ну, все-таки. То есть это специфичная специфика, но средний чек очень приличный. Здесь, на удивление, нужно вкладывать намного меньше денег в рекламу. Ну, например, 15 тысяч. Ну, опять же, пример. Вот девушка с SAP ERP-системами, которая получила одного клиента с лендинга за 15 тысяч рублей, который подписал с ней договор на от 40 до 60 миллионов. Я точно не могу вспомнить. Ну, то есть очень приличные деньги. При этом до этого были какие-то мелкие заказы, которые, в принципе, и не особо интересны, там, на 500 тысяч, еще что-то. А вот тут крупняк пошел, как говорится. Вот. Есть у кого-то такие ниши? Это продажи техники, кстати. Да? О, прям точно попал. Вот. Есть, это маленький доллар будет. Есть маленькая маржинальность и тоже большой объем рынка. Есть у кого-то такой? Айфоны. Ну, я думаю, все остальные здесь такие должны быть. Какие-то услуги, ну, недорогие, до 30 тысяч рублей. Бухгалтерские. Там, бухгалтерские, они могут и сюда относиться, и сюда могут относиться. В зависимости от... Если, например, очень... Все зависит от целевой аудитории, опять же. Здесь, чтобы выйти на рынок, здесь всегда нужно потратить денег больше. Почему? Потому что маленький средний чек обычно сложно здесь как раз придумывать УТП. Действительно ведь. Бухгалтерских услуг довольно сложно что-то придумать такое сверхъестественное. При этом так много... В принципе, всем нужны бухгалтерские услуги здесь. Ну, большинству, у кого есть ИП. А по сути, три обкатанных оффера. Да. Месяц подарок, консультация. Точно. И их надо тестировать, в принципе, три. Какой будет лучше работать. Вот. И... И... И так же много, в принципе, конкуренции. Очень много. Прям, возможно, даже здесь еще есть один бухгалтер. Нету? Жалко. Действительно, много денег нужно вложить. Но здесь еще какой момент. Есть товары, например, айфон, человек купил и все. И больше он у вас навряд ли что-то купит. Ну, можно еще какой-нибудь маленький апселл сделать, продать ему чехол. Если это все-таки бухгалтерские услуги, то это возможно на будущее. Работа из года в год все-таки. То есть, человека можем привлечь на долгое время. Кстати, сюда же относится, например, инфобизнес. Ну, зачастую. То есть, средний чек может быть меньше 30 тысяч рублей. Не у всех, конечно. Там, парабеллумы всякие, у которых миллион среди чек. Ну, другой вопрос. При этом, как вы понимаете, очень большая конкуренция. Очень. Очень. Здрасте. Конечно, можно. Тебе все можно. Ну, и мы не берем, конечно, в расчет нишу, где маленькая маржинальность и маленький объем рынка. Потому что это неведомые бота. Ну, по-хорошему. Да. Здесь возьмем в среднем, будем брать какие-то основные ключи. Ну, например, если септики, то септик. Ну, просто запрос септик. Если вы продаете трактора, то нужно, конечно, там, например, пройтись по катерпилеру и тому подобное. Мы это сегодня будем делать. Я сейчас напишу. Кто не поймет, мы дальше разберем это. В среднем это должно быть от 30 тысяч. Тоже 30к плюс. Ворд стать объем. Очень большое слово. Не должно было нам ворд стать. Если это 30 тысяч. Да. Либо больше. Если совсем много, например, у вас похудений, там, полтора миллиона, то здесь стоит задуматься. Тоже. Очень тяжело будет выйти, например. Ну, это с контекстной рекламы, опять же. Нужно просто привлекать с другого вида трафика. Есть еще несколько видов ниш, чтобы вы понимали. Дай мне вот эту палку, а. Сзади лежит. Знаете, что это такое? Да? Знаете, да? Это монопод. Модная штука такая, типа фоткать. Вот. Это, как вы считаете, что это за товар? Потом посмотришь. Что это за... Нет, я понимаю, что это для айфона. Что это за товар? Нет. Нет, это не до продажи. Вы лучше спрашиваете, в каком вопросе? Цена 2 или что? Нет, что это за товар? Какой категории относится? Какой айфон? Третья. Третья. Не совсем. Объясню. Есть еще несколько категорий товаров, и их тоже нужно понимать. Первое. Это сезонные товары и товары-тренды. Открой, пожалуйста, Wordstat. Вот сейчас мы как раз вернемся к Wordstat. Все пользовались хоть раз Wordstat? Есть те, кто не пользовался? Поднимите руку. Нету, да? Отлично. Вот. Там есть очень много всяких вкладочек. Обычно пользуются одной. Надо пользоваться не тремя, а двумя хотя бы. Меня очень часто спрашивают, как определить товар-тренд. Товар-тренд – это… Есть два варианта. Первое. Есть те, которые вообще занимаются чем-то подобным? Продают через тизерную рекламу, что-нибудь такое. Такой шепатай. Мы уже просто на этом не останавливаться. Просто про сезонную скажем. Про товар-тренд. Нету, да? Ну, тогда не будет. Отлично. С таким… Именно такой товар, который тренд. Вот он… Хомячки. Нет. Это сезонный товар, скорее. Потому что мото-видеорегистраторы, их будут покупать, когда покупают… Ну, либо перед сезоном, а после сезона их просто не будут покупать. Либо будут покупать, искать с большой скидкой. Что логично. И все мото-принадлежности так покупают. Поэтому это сезонный товар. Здесь есть вкладочка, видите, история запросов. Вот давайте в объем те же септики. Миша, Миша. Вот он, специалист по контекстной рекламе. Без логина, без пароля. А, ты на чужом ноуте? А что ты не подключил свой? Ну, ладно, ладно, ладно. Я понял. Сейчас, сейчас, ребят. Техническая заминочка. Смысл в чем? В том, что сезонные товары нужно делать под сезон. То есть, если у вас септики, то вам надо делать их под сезон. Если у вас, да. А если сезонный, если не сезонный, то, допустим, вы просто по третьей грамоте мне ответили, потому что моя миша вот здесь находится, да. Какое количество запросов было? 30к. То же самое. Много-мало, много-мало. Много-мало. Здесь, опять же, много. Тоже 30+. Да, да, естественно, то же самое количество. Тысяча, это как? 30 тысяч. Это 30 по тысяче. 30 умножить на тысячу, не знаю. Тысяча, это вот сюда относятся. Вообще, кто вообще за бизнес-молодостью? Есть такие, которые следят? Правильно, есть? Вы видели какие-нибудь кейсы на сайте бизнес-молодость? А как вы думаете, куда они относятся? Да, потому что я туда стрелочку нарисовал. На самом деле, большая часть людей, которые зарабатывают большие деньги, стреляют. Именно даже стреляют. Лучше так назвать. Например, до миллиона, до двух. Они все делают упор именно на большую маржинальность и специфичную специфику. Там кто-то теплицами занимается, кто-то сносами зданий, кто-то еще чем-то. Заметьте, это специфичная специфика. Есть ли те, кто занимается здесь сносом зданий? Да нету, я уверен. Ну и большая часть, как это правильно сказать, до миллионера, миллион-два миллиона зарабатывают, миллион-два миллиона, находится именно во второй категории. В первой категории относятся те люди, которые зарабатывают уже больше зачастую. Либо они уже такие системные люди, у них уже все на потоке и так далее. То есть здесь, вы понимаете, даже отдел продаж-то не нужен особо. Здесь нужно два человека, у тебя там Вася и Петя, они сидят на телефоне и все. Но здесь это уже совсем другой бизнес. И здесь уже зарабатывают другие деньги. Когда вы говорите, я зарабатываю 100 тысяч рублей на септиках, ну, побойтесь бога. Смысл в этом. Открыл? Открыл, пожалуйста, историю запросов. Вот вкладочка, да, справа. Там еще парольчик сейчас будет. Так, вот он. Копча. Вот, видите, есть тренд. Тренд восходящий, нисходящий. Вот правильно абсолютно сделал Миша. Всегда надо следить за абсолютным значением. Относительно у вас никак, ну, мы сейчас не будем погружаться в дебри. По абсолютному видно, что ноябрь, в общем-то, лучше не заниматься. Вот к этому моменту можно начинать что-то делать и так далее, но выходить лучше в марте, не раньше. Да. А если вот в самом критичном месте, там, запросы 15 тысяч запросов. Отлично. Ничего страшного, нормально. Проблема в том, что у вас конкурентов обычно не становится меньше во вне сезон. А клиентов становится меньше, что логично, правильно? Запросы уже меньше становятся. А это значит, что цена одного клиента возрастает, ну, посчитайте во сколько раз. Вот, например, здесь пять раз возрастает цена одного клиента. Если это рентабельно, значит, работаем. Если это нерентабельно, понятно, да? С этим все понятно? Или есть вопрос? Нету, да? Супер. Кто относит себя к первой категории? Сейчас разберемся. Есть такие? Один, два. Так. Ты контекстную рекламу, да, относишь туда? Вот очень правильный пример, кстати. Смотрите. Еще тоже такой небольшой момент. По факту, вы видели какого-нибудь директологов, которые за пять тысяч настраивают контекстную рекламу? Видели? Видели? А вживую видели? Я не видел. В принципе, можно себя относить и к этой категории. А можно себя позиционировать и в эту категорию, либо в эту категорию, вне зависимости от ниши. Это относится к УТП как раз. Понимаете? То есть за пять тысяч рублей у них УТП какое? Мы самые дешевые, мы самые быстрые или еще там что-то. Ну, убежим от вас, если что. За пять тысяч схватили и вы побежали. А здесь совсем другое УТП. Вы думаете, здесь покупают чаще, чем здесь? Не всегда. Ну, например, у меня 30 заявок в день идет в среднем. При том, что у меня средний чек сейчас по компании у меня 105 тысяч. Посчитайте. Ну да, конверсия из 30 заявок маленькая в продаже, понятно. А вы не даете? Не только. Понимаете, да? Что, по-моему? Ну, потому что, во-первых, не все ниши подходят. Ну, просто брать все – это как раз получать негативные отзывы и убивать свое УТП. Стройка рекламы в среднем чеке 105 тысяч. По компании. По компании. Вот, можно относить себя сюда. Есть люди, которые продают лендинги за миллион, контекстную рекламу за миллион. А ты же работал, да, по-моему, в агентстве контекстном, нет? Работал? Да. Там были же средние чеки, когда действительно чуть ли не под миллион. В продаже времени, да, как получалось. То есть, вполне, есть такое. То есть, у каждого, в принципе, каждый должен себя транспонировать на что-то. Здесь, понятное дело, если вы берете маленький средний чек и 5 тысяч рублей, да, рекламу, в принципе, я могу же себе такой сделать отдельно, какой-нибудь там, не знаю, лендинг или предложение, я же могу сделать. Могу, в принципе. Посадить человека, но для того, чтобы это все окупалось, какой объем нужен? Огромный. Здесь нужен, естественно, меньший объем. Здесь вообще 2 человека. И ходи, поехать, Мазерати себе взять, в принципе. Вот. Поэтому еще раз спрашиваю, кто себя относит к первой категории? Так, 5 человек. Кто относит себя к второй категории? Так, есть. А к третьей категории? Так, а все остальные? А все остальные сезонники? А кто не поднял руку? Признавайтесь, поднимите руку. А почему? Ну, здесь, ладно, я шучу. Здесь смысл в чем? Здесь, кстати, есть и те же маркетологи, ребята. Сразу говорю, вы тоже в любом случае, вы либо индивидуальные, либо фрилансеры, либо вы работаете в компании, либо у вас в компании, неважно. Вы все равно в любом случае должны как бы себя продавать как специалисты. И то же самое, у вас должно быть УТП. Прикольно, когда я, например, разработал свое УТП, ты приходишь, например, к человеку в компанию, такой, ой, а ты живой, прикольно. Ну, то есть, на сайте ты как-то по-другому выглядел, но прикольно все равно. Ну, смысл в этом. То есть, медийность, например, тоже УТП. В метро, когда подходит. Ой, а ты Костя Горбунов. Субтитры сделал DimaTorzok